Дорогие друзья, добро пожаловать в арт-кафе «Господин Ветер». Мы продолжаем наше погружение в мир самых эксклюзивных арт-сессий. И сегодня с большим удовольствием хочу представить вам наших гостей из Мурманска. Елена Фомина, поэт-автор-исполнитель, и Дмитрий Коржов, поэт-празаик, член Союза писателей России. Ребята, здравствуйте. 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 Я знаю, что вы специально в арт-кафе «Господин Ветер» прилетели аж из Мурманска. И посадка была нелегкой, но тем не менее все обошлось. Мы встретились. Все живы. Да, все живы, и это замечательно. Итак, по традиции мы начинаем с какого-нибудь художественного номера. Лен, давай с тебя спой нам песню. Давай вот сразу спой, если можешь, про северное... Про северное, да. Колыбельное для мурманского лета. Да. А в белые ночи царствуют бакланы, и непонятно, был ли ты или не был, скажи, ты город или небо. Северное лето прозрачно и призрачно. Ты мираж, рассыпающийся в руках, но я с ума сойду от мурманского неба. С белыми птицами. Ночной троллейбус Белыми птицами. Белыми птицами. Белыми птицами. Размахивали огромными, белыми крыльями. Белыми птицами. Здорово. Здорово, Лена, спасибо. Я, честное слово, прямо улетел туда. Тем более я совсем недавно побывал с гастролями на Курской земле, И у меня еще свежи все впечатления. Дим, слово тебе. Одно стихотворение, да? Ну, пока да. Такое стихотворение есть, с которым как раз вот эта книга начинается. С одной стихотворения. Далекая песня называется. Той песней далекой, забыто, не прошено, Кружком извинила кружа, Поманит с собой краснозвездное прошлое, Прижмет и не сможет сбежать. От края до края вернется послушно Бескрайняя наша земля. Вернется, как в сказке, шестая часть суши. Вернется и юность моя. Вернутся запретные книги и речи, Портвейн-три семерки, Агдан, И девичьи губы, и девичьи плечи, И радио по проводам. Вернутся советские милые праздники, Салат Оливье, Первомай. И первая женщина, дрянь и проказница, Без совести и без ума. А там девяностые за поворотом, Безденежье, смута и смерть, И много свободы, да колик, да рвоты, О лучшем и думать не сметь. А мне, мне все хочется в прошлом остаться, В том мире, теперь уж чужом, Парадов, побед, громких слов, Демонстраций с державным, дешевым вином. Где мы, перестройки, шальная пехота, Любились, рожали детей, И не было смерти. Там, за поворотом, Одна лишь любовь, без смерти. Спасибо. Браво, браво. Я знаю это стихотворение, К тому же я изучил твою книжку И получил огромное удовольствие. Кстати говоря, как обстоит дело С сохранением лучших гуманных традиций Советской литературы сейчас на Кольской земле? Вот советская школа поэтическая и прозаическая Как-то вот существует еще? Я думаю, что да, существует. Ну, во всяком случае, Слушая тебя. На самом деле, ведь она была не такой плохой, да? Я считаю, она была прекрасной. Да, ведь образцы-то великие, В том числе и поэзии русской. Начиная даже с классических каких-то, Которые вроде бы мы сейчас, Многие не знают даже этого имени сегодня, Да, как Михаил Исаковский, например. Но, на мой взгляд, снова замерло все до рассвета, И враги сожгли рак, Это великие стихи. Хотя вроде бы его зачислили в песне и прочее. А что у нас делается? Вот если говорить о традициях, да? В первую очередь, это все-таки книгоиздание. Удается издавать книги. Правда, это делает не государство, как когда-то. А это делает, ну, скажем, Вот человек, который издал вот эти книги, да? Человек, которому я очень благодарен. И, на мой взгляд, Хотя, может быть, это такое слишком громкое сравнение, да? Я считаю, что по тому, что он делает, это человек по миропониманию, да? Человек сродни Третьякову. Третьяков первый стал покупать картины русских художников, а не иностранных. Вот Игорь Апимах, такой издатель из Полярного, Вот он решил, что книги пишут хорошие не только в Москве, А, скажем, и на Кольской земле тоже. Их нужно хорошо издавать. Он их издает хорошо. Причем, в общем, за свои деньги, фактически. Но ведь сказано одним из выдающихся поэтов, Что мировая поэзия существует, пока существует русский язык. И это совершенно верно. То есть, почему сейчас и пытаются некоторые круги, люди уничтожить, То есть, отчасти демонизировать наш язык, да? Отчасти просто подвергнуть его деградации. Только для того, чтобы исчезла правда. Поэзия пишется тогда, когда есть ощущение правды. В стихах нельзя лгать, конечно. Это не получится. Если ты все-таки пишешь хорошие стихи настоящие, Если это поэзия, то там ты не солжешь. Тебе просто слово само не позволит это сделать. Это предельная открытость. Ты ведь, в общем, об интимном разговариваешь с огромным количеством людей, Которые тебя читают и любят слушать. Как вот сейчас наши телезрители. Лен, вот к тебе такой вопрос. А как обстоит дело с сохранением традиции в авторской песне? И считаешь ли ты, что авторская песня это все-таки жанр литературный, поэтический? Потому что я знаю, что есть авторы-исполнители, которые говорят, Нет, это музыкальный жанр. И текст это так наполнитель, с некими фразами, она такая же москвичка, как была, ну и так далее. Что-нибудь в этом духе. Нет, ну мнения могут быть разные по поводу бардовской песни, авторской песни. Нет, а вот я имею в виду именно на Кольской земле. На Кольской земле она тоже разная. Есть поющие поэты. Вот. И я не могу сказать, что их много, но они есть. Ну вот, в частности, я считаю, Борис Нивин у нас. Очень интересный поэт. Все-таки он поэт. Борис Нивин. Борис Нивин. Нивин, да. Нужно запомнить это ему. Да, очень интересный. Он настоящий. Вот, понимаете? Вот. Как и разнообразно, ну скажем так, бардовская песня, да, она разная. Так и у нас есть представители и поющие поэты, и больше туристическая песня присутствует. Вот. Ну она всегда была. Да, да, да. В этом тоже, собственно, ничего плохого нет. Да, и как музыкальный жанр, она тоже, она разная. И вот все тоже у нас есть. Угу. Вот, но для меня лично, конечно, прежде всего стихи, конечно. Правильно. Значит, все-таки литературный. Конечно, это литературный жанр. А сама ты не пробовала издавать книжки, записывать диски? Есть у меня два диска, вот. Когда мы их увидим, когда до Москвы они дойдут? Я не знаю. Не знаю, да? Тогда давай послушаем, пока ты здесь. Спойно, пожалуйста. Вот мне очень понравилось про китайский фонарик. Китайская песня. Я в ладоши подышу, осторожно. На китайском фонаре их погрею, но с китайского фонарика, чтоб руку. На китайский, на фонарик, на звенящий. Только бабочки китайские садятся, только бабочки китайские по кругу. Я не бабочка, я просто грею руки, но с китайского фонарика, чтоб руку. Замечательно. Ну, я понимаю, вот в Москве есть такая тема китайская, да и вообще гастарбайтеров. Она не в Москве, это... А в Мурманске тоже, да? Китай, это же не гастарбайтеры. Китай, это же целый мир. Это же пилосось. А, да вот о чем, да. Я согласен. Китай, это не гастарбайтеры. Да, Китай, это лао-дзи в первую очередь. Конечно, китайский. Великая культура. Дима, скажи, пожалуйста, вот кого бы ты сейчас мог назвать, ну, скажем так, вот из нашего с тобой поколения, наиболее, наоборот, интересно пишущих людей? А, понимаешь, вот, Леш, мы недавно говорили об этом тоже, да, в каких-то наших застольных беседах, да, о том, что, к сожалению, сейчас очень трудно представить, ну, очень трудно говорить о литературном процессе. Ну, потому что, конечно, разорваны связи. Да, мы, к сожалению, мы оказались... И толстые журналы к вам не доходят, поэтому какие-то... Мы оказались, да, и жизнь толстых журналов тоже, она... Она сузилась, да, она... Она изменилась, это какой-то круг авторов, который, вот, дело даже не вот этих известных литературных лагерях, да, которые, конечно, часть, ну, условно, да, патриоты и западники. И лидералы, да, да. Вот, ведь принадлежность к тому или иному лагерю, она не дает гарантии того, что тебе напечатают, скажем, там, журнал «Москва» или «Наш Завременник», да, когда ты относишься к патриотическому лагерю. Вот, и мы, оказывается, после смерти Советского Союза, мы оказались... Литературный мир, он оказался в разъятое пространство. Вот мы, каждый на своем... Мы даже часто не знаем, нам помогают какие-то сейчас вот наши затеи, мы пытаемся соединить этот мир сейчас разрозненный. Каждый на своем каком-то, там, не знаю, вот океан русской поэзии, на своем «Мурманское озерко», да. И мы иногда не знаем, что соседи-то пишут. Ну, у вас там озерко-то такой ледовитый океан. Ну, да, 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 да. Вот, но мы, для меня, скажем, было открытием, когда я неожиданно увидел... Причем, знаете, где это произошло? Это произошло в литературном центре Баренцева региона в Оверкалексе, в Швеции. Когда я читаю прекрасного русского поэта Александра Логинова, например, а он живет, в общем, в Каргополе, в древнем русском городе, в Архангельской губернии, это наши соседи. А я его читаю вот в Оверкалексе. Его книг тогда в Мурманске я не могу достать. Ну, скажем, Саша Логинова, но он, правда, немножко постарше. Да, ну, это прекрасный русский поэт, изумительный. Или там, если говорить о прозе, вдруг неожиданно для меня было открытием. Опять же, в этом же самом Веркалексе я впервые прочитал «Муху в янтаре» Дмитрия Новикова. Очень хорошего прозаика. А причем, это, знаете, классическая русская проза. Проза Юрия Казакова и Ивана Бунина. Это вот это то, от чего, к сожалению, современная, ну, скажем, литература, ну, кого можно назвать из современных авторов известных? Ну, скажем, Людмилой Улицкой, а еще нескольких могу назвать, или Диной Рубиной, которая все-таки в стороне от этой традиции. Она иная. Ну, да, да, да. Тут я согласен. Но я так понимаю, что ты-то как раз поклонник Бунина. Конечно. И как, наверное, и как поэта в том числе. В том числе, да. И потому что Бунин, это, конечно, блестящий поэт, который очень здорово воплотил в жизнь тот самый модальный метод, о котором говорил и Юрий Кузнецов, да, то есть вот, когда все органы чувств задействованы в поэзии. Мне интересны многие современные поэзии, хотя мы все-таки, мы вот этого пространства, мы многих просто не знаем. Вот из-за чего у меня, скажем, там небольшие, даже большие были споры по поводу одного поэта. Действительно хороший поэт, который живет у нас в Мурманске, Николай Колычев. Вот. И такая привычка общая, что вот Коля Колычев, мол, это один из лучших поэтов в России. Дело в том, что мы всех просто не знаем. Ну, да, да. А поэтому не можем оценить. Нет пророков в дому своем, да? Мы не можем оценивать, у нас общей картины нет. Вот та картина, которая все-таки, раньше даже, скажем, там, сибиряки, да, Распутин, Астафьев, все-таки эти имена звучали, они состоялись при советской власти. Вот спокойно живя в своей там овсянке. Да, я думаю, что вряд ли бы сейчас кто-то услышал Валентина Распутина, да, или там, зачитывался «Царь рыбой», то есть какое-то, да, другое время, другое время. Давай послушаем что-нибудь еще из твоих текстов. Да, ну вот я просто, все-таки поэты меняются, да, а вот эта книжка, это первое мое избранное, дай бог, не последнее. Там собраны стихи из... Зандашь, что ли? Да, да, лучшие стихи из... О, мы уже говорим в другом языке, да, но в особенности нашей жизни ничего не поделаешь, это тут, надо с этим жить и, в общем, предлагать свое. Ну вот из трех книг там лучшие стихи собраны, я просто два стихотворения прочитаю, чтобы вы поняли, насколько все-таки меняется поэт, да, ну как Маяковский говорил, не меняются, только дураки, да, ну вот и поэты тоже меняются, и как люди, и как поэтическая структура тоже меняются твои. Оба стихотворения на самую известную тему, наверное, на самую любимую тему всеми поэтами, о любви, наверное, да. Ты говорила о погоде, о холоде и о тепле, о том, что осень на исходе и листья тянутся к земле, и осень, словно чья-то милость, и светлый праздник покрова, они, должно быть, мне приснились, как те случайные слова, обыкновенные, простые, дорога, облако, река. А глянешься и след простынет, очнешься, и пуста рука, и смысл их был совсем не важен, все пристальнее и теплей, всю ночь смотрели волк на наши глаза, больные фонарей. Слова, как воздух, он бесплотен, прозрачный, чистый в октябре. Ты говорила о погоде, о холоде и о тепле. Ну вот эти стихи я написал в 97-м году, а сейчас другое стихотворение, которое было гораздо позже написано, ну почти через 10 лет после этого, наверное, году в 2004-м, где-то так. Рухнет все, так и знай, друг в приюте откажет, на неделю зарядят косые дожди, и любимая женщина холодно скажет, я играла с тобой, не люблю, уходи. Стой в подъезде пустом, слушай, осиротела, как над миром шумит дождевая вода, что тебе остается? Любимое дело, ремесло, что до смерти с тобой навсегда. Вот разница, да? Да, да. Мир ощущений совершенно иной, как будто это писали два разных человека. Да, и, конечно, поэту нужно ремесло, чтобы быть готовым ко встрече с вдохновением, да, и когда вдруг муза придет, надо быть во всеоружии. Это совершенно точно. Так, Лен, все-таки, может быть, еще песенку? Конечно. Ну вот, одна из последних моих песенок. Старое солнце лениво летало мимо столетий, Когда уставало, спускалось на землю, А дети бросали в него камнями. Оно осыпалось в черную лужу или азовскую. Осколки светили со дна и пугали крабов, Случайных рыб, обалдевших, И рыбаков, рыбачивших ночью, И их подруг, кочующих с ними, И их детей, жестоких, но добрых. Утром же солнце снова вставало, Может быть, рыбы ему помогали. Это же рыбы. Рыбы все могут. Замечательно. Замечательно. Вот вопрос к обоим. К обоим, да. Вот вы сами подумайте, Как лучше на него ответить, Кому первым, Кто готов будет? Вы любите свою малую родину И вот ту место, место обитания? Вот я знаю просто, Почему этот вопрос? Потому что я знаю, Что очень далеко не все Любят как раз Кольский север. Я встречал людей, Которые говорят, Нет, тут заработают денег, Уедут, забудут проклятое место. Место это не проклятое. Ну, если я про себя скажу, Это не моя малая родина. Все-таки родина у меня это Урал. Это Челябинск, Это Саткинский район Челябинской области. Но на севере я уже живу с 92-го года. Я первое время думала, что я уеду. Ну, я, может быть, когда-нибудь уеду. Но тем не менее, Я настолько уже полюбила Кольский край, Мурманск. Я стала мурманчанкой уже. У меня, наверное, даже менталитет поменялся. Я, вы понимаете, Мурманск, он невероятно какой-то необычный город. Он притягивает. Даже говорят, там магнитик зарыт. Его невозможно не любить. То, что притягивает, да. Вот я, например, скучу эти умы. Мурманск не любить невозможно. И кто вот ругает север, Я, честно говоря, не понимаю. Ну, холодно, ну и что? Север дает столько, Сколько, может быть, Не даст ни одна земля. Понимаете? Мы очень близко к небу. Вот земля, это же эллипс. И мы вот где-то там. Наверху. Да. Где-то там наверху. Да. Есть полярные ночи, А есть полярные дни. А полярные дни, Это что-то невероятное. Это невероятно. Я, кстати, Мурманск признала И полюбила тогда, Когда первый раз остался там на лето. Да. Даже что-то там придумала. Я с Леном-то абсолютно согласен. А к тому же, кстати, Вот так получилось, Что тоже я родился Не на Кольской земле, И тоже на Урале, Только в другом городе, в Перми. И детство всего. У меня отец был офицером, И, собственно, Как попадали многие люди на север. Даже не в Мурманск, Еще в Североморск. Когда я просто перевели туда По службе и прочее, прочее. И оказался там. Но это, знаете, Это вообще вопрос большой. Состоялся бы я как писатель, Если бы не было Мурманского. Потому что это особый какой-то, Ну, во-первых, конечно, пейзаж, И это быт и культура сильных людей, В том числе. Потому что север осваивали И потомки сильных людей там живут. Кто осваивал? Во-первых, отчасти это были тоже авантюристы, Какой-то стихот. Вот. Это особый какой-то сплав, В том числе и человеческий. Ну, я думаю, что вот Алексей тоже И пообщался с нами там, Ощутил, насколько... Да, я об этом обязательно Еще буду говорить. И мы эту тему еще поднимем. И вы, надеюсь, Не в последний раз В арт-кафе Господин Ветер. К сожалению, Время как песок сквозь пальцы. Раз и... Одну стихотворение можно? Или все уже? Дим, вот, к сожалению, Давай обязательно в следующий, Вот, прямо на следующую передачу Я вас приглашаю. Вот. А сейчас, дорогие друзья, Разрешите с вами попрощаться. Смотрите нас. Мы вам всегда очень рады. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон» Это быт и культура сильных людей, В том числе. Потому что североосваивали И потомки сильных людей там живут. Кто осваивал? Во-первых, отчасти это были тоже авантюристы, Какой-то стихотворение. Вот. Это особый какой-то сплав, В том числе и человеческий. Я думаю, что вот Алексей тоже И пообщался с нами там, Ощутил, насколько... Да, я об этом обязательно Еще буду говорить. И мы эту тему еще поднимем. И вы, надеюсь, Не в последний раз В арт-кафе «Господин ветер» К сожалению, Время как песок сквозь пальцы. Раз и... Одну стихотворение можно? Или все? Дим, вот к сожалению, Давай обязательно в следующий, Вот прямо на следующую передачу Я вас приглашаю. Вот. А сейчас, дорогие друзья, Разрешите с вами попрощаться. Смотрите нас. Мы вам всегда очень рады. До новых встреч. До новых встреч.